Новости 24 продолжит эфир телеканала ННТ. Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Вот какую информацию мы подготовили для вас сегодня. Следственный комитет Дагестана организовал проверку по факту невыплат медработникам положенных денег. По информации ведомства в интернете появилось видеообращение, которое записали работники скорой помощи города Буйнакска. Медперсонал пожаловался на отсутствие доплат за работу в условиях распространения коронавируса. Нам не выплатили всю сумму, а выплатили почасовую. Из 150 человек получили только 31 человек. И то неполную сумму. Мы весь апрель работали с риском заражения коронавирусной инфекцией. В ходе проверки следствию предстоит установить сумму задолженности и иные обстоятельства, которые привели к нарушению прав медработников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Более 5 килограммов лирики задержано в Макачкале. В пункте экспресс-доставки в посылке прибывшей из Китая была обнаружена и изъята особо крупная партия сильнодействующего вещества. Более 5 килограммов пригабалина, широко известного под названием лирика. Товар был рассчитан на 15 тысяч разовых доз, средняя стоимость которых на черном рынке составляет более 4 миллионов рублей. Получатель товара планировал бесконтактным путем продавать дозу мелкими партиями. Возбуждено уголовное дело. В республике всего за сутки перепрофилировали урологический центр под инфекционный госпиталь. Сегодня в центре лечится 85 пациентов с коронавирусом. Врачам за это время уже удалось выписать около 100 выздоровевших. Накануне глава Дагестанского Минздрава Джамалудин Гаджи Ибрагимов побывал в медучреждении и пообщался с пациентами. В больнице создан хороший запас медикаментов, имеются средства индивидуальной защиты для медперсонала. «Получаю внимание и питание тоже. Вообще быстро восстановились. У меня вообще отдышка была. Пыль поднялся на четвертый этаж». «Мы на эти болезни не верили, конечно, но уже 100%, даже 200 раз поверили, потому что это невозможные болезни. Вот у меня операция была, все было. Но такой болезни я еще не видела. Такое состояние не могли бы ходить, как будто пьяные, как будто дурной болезни это». Отметим, что центр перепрофилировали в рекордно короткие сроки, всего за сутки. «Многие сомневались в том, что у нас с вами получится. Когда мы в монопрофильную больницу перепрофилировали в одну часть, так же многие не верили. А верили мы с вами, и у нас это все получилось. И почему это все получилось? Потому что преданность своей профессии». МЧС России направила в Дагестан 200 спасателей из Ростова и Ногинска. Оттуда же поступят 38 спецавтомобилей. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы организовать в республике масштабное проведение дезобработки социально значимых учреждений. Спасатели отправляются в регион согласно поручению президента страны Владимира Путина в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе. «Подразделения Ногинского и Донского спасательных центра в количестве 140 человек, 26 единиц специальной техники совершат марш своим годом на штатной технике и с 20 мая приступят к работам по санитарной обработке социально значимых объектам мест с массовым пребыванием людей на территории республики». К проведению работ привлечены только аттестованные спасатели. Мероприятия по дезинфекции будут проводиться во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по республике Дагестан и администрациями районов и городов. С помощью специального оборудования спасателями будут обработаны медицинские учреждения, детские площадки, парки и остановки. Для дезинфекции используются рецептуры, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и разрешенные для применения на территории Российской Федерации. Спасатели займутся дезинфекцией больниц и общественных территорий вместе с коллегами из Дагестана уже с завтрашнего дня. Вот уже неделю, как народная больница, именно так называют третью городскую клиническую больницу в Махачкале, работает с пациентами с вирусной пневмонией. Начать их лечение удалось после организации сбора средств неравнодушных людей. Три этажа медучреждения уже функционируют в полную силу. Как проходят будни в больнице, расскажет Хамзанур Магомедов. Пациент из Левашинского района рассказывает, как ему стало плохо. Точнило. Он не мог ходить, делиться, как по счастливой случайности оказался в этой больнице. Теперь Магомеду лучше он доволен лечениями и условиями, которые созданы в больнице. А ведь неделю назад и в эту клинику его могли не принять из-за отсутствия госфинансирования, необходимого оборудования и аппаратов. Благо, что нашлись добрые люди, которые смогли организовать запуск больницы под COVID-19. На сегодняшний день мы уже для больницы приобрели с вашей всей помощью, конечно же, мои друзья, 20 аппаратов кислородных концентраторов, 20 консолей. Уже заказаны и едут у нас 4 аппарата ИВЛ. Ну и каждый день мы приобретаем медицинские препараты. Каждый день привозим сюда на более чем 4 миллиона уже собрано денег тоже из этих денег. Каждый раз мы приобретаем препараты, противочумные костюмы, маски защитные, очки. Ну и все, что необходимо для нашей городской клинической третьей больницы. На сегодняшний день больница приняла уже более 80 пациентов. Задействованы три этажа здания. Врачи проводят своевременное лечение. В ближайшее время должны поступить ответы анализов на наличие или отсутствие у пострадавших коронавируса. Пациенты, поступившие изначально в средне-тяжелом состоянии, у некоторых пациентов наблюдается положительная динамика. Многие температуры, температура уже снизилась до сутки длинных цифр. Кто-то уже просится домой. Поэтому в таком же духе мы продолжаем. Врачам помогают отважные волонтеры из колледжа имени Башларова. Оставив свои семьи, студенты пришли сюда. Они разносят еду, заполняют анкеты, дежурят ночами и ставят капельницы. Помимо этого волонтеры помогают пациентам переворачиваться на живот, делать дыхательную гимнастику. Все это, конечно, под контролем опытных специалистов. Какое-то облегчение дает, какое-то прям хорошо тебе. Пограммассаж, дыхательная гимнастика, правильная позиция. Ну, есть эффект, конечно, этот момент тяжелый. Мы не ожидаем 7 минут, например, успехов. Ждем недельного, может быть, 10-дневного срока, чтобы сказать, что перешли, а не тот пик, который был. Больница продолжает работать в усиленном режиме. Необходимы еще волонтеры и врачи, заканчиваются медикаменты. Инициативная группа продолжает сбор средств. И главная ее цель – приобрести для больницы аппарат компьютерной томографии, который позволит здесь же в народной больнице проводить полное обследование для оперативного и эффективного лечения пациентов. Хамзанур Магамидов, Ибрагим Урсанов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В это непростое время Муфтеатр Республики Дагестан оказывает поддержку не только медработникам и больницам, но и всем нуждающимся людям. Не остался без поддержки Ахтынский район. В центральной больнице религиозные деятели передали лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты на общую сумму 300 тысяч рублей. Также врачи получили от благотворительного фонда «Инсант» продуктовые наборы. Вы один из первых первенцев, которые Ахтынскому ЦРГ решили помочь. Я вам благодарен очень. Такой священный для наших мусульман, такой тяжелый месяц для нас лично в плане того, что врачи, такое тяжелое заболевание. Хочется пожелать всем здоровья. Пусть Аллах примет ваши благие деяния. Пусть раздаться вам всем в обоих мирах. И пусть нажимает, будь здоров. Дагестанец победил в первом этапе всемирного дистанционного конкурса по чтению Корана. Альмир Загаджи Мусаев прочитал священное писание без ошибок и получил высокую оценку шейха Аймана Рудждей. Тем самым наш соотечественник вышел в финал конкурса, который пройдет на этой неделе. Жюри Саудовской Аравии высоко оценило не только талант нашего земляка, но и всю религиозную образовательную систему республики. Мы очень рады, когда слушаем чтение братьев из Дагестана. Да благословит тебя Аллах Али Мирза. Мы очень рады, когда видим Коран в этих республиках, сияющим и отлично распространяющимся. Я не нашел у тебя ошибок. Если ты хафиз, то прочитай Коран перед шейхом, чтобы получить разрешение на преподавание. Если нет, то заучи его наизусть, чтобы ты был готовым специалистом в своей республике. Гаджи Мусаев родом из Клиаратинского района, он является студентом Дагестанского исламского университета и учеником Центра по отзаучиванию Корана Махачкале. За победу уже в первом этапе наш соотечественник получил денежный приз в размере 1500 реалов, а это около 30 тысяч рублей. Таковы были новости к этому часу. С вами была Хадижа Курбанова. Всего вам доброго. Сидите дома и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова